Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Ирина, и вы на моем канале. Сейчас мы вернулись от родителей мужа, и я вам поснимала, как выглядит орхидейка, которую я несколько месяцев назад сажала на фитильный полив. Орхидея была в таком, знаете, плачевном состоянии, за ней особо никто не ухаживал, не удобрял, и она превратилась в такую, знаете, реанимашку. Я ее пересадила, засыпала ей цион и отдала обратно хозяюшке. И вот сегодня я ее поснимала, и хочу вам показать ее преображение, и как она выглядит через несколько месяцев. Ну а чтобы мы вспомнили, что было в посадке, и как я ее пересаживала, я вам сейчас повставляю отрывочки именно с пересадки, а в конце покажу вам результат. Я думаю, что это будет очень интересно. Кстати, пишите в комментариях, как вам такой формат видео. Сразу будет и видео, например, о том, как пересаживали, и видео уже орхидеи, как она выглядит через несколько месяцев. Я думаю, что это будет прям такое показательное, наглядное видео, и очень интересное. Так что поехали! Сегодня будет довольно такая классическая посадка, но с несколькими изюминками. Сегодня я выбрала горшок, собственно, внешний, это тот, в котором она была. Конечно, его сейчас чистым не узнать, он был весь в водорослях, и сейчас, конечно, это совершенно другая картина. Но я решила сделать фитильный полив, и я взяла вот этот вкладыш. Можно подобрать классический, такой стандартный горшочек, который идёт, как мы его называем, транспортировочный. Он будет по диаметру 14, вот для такого кашпо. А можно взять кашпо поменьше, и, естественно, диаметр уже обычный 12-й горшочек, он идеально встанет, и можно сделать таким образом самодельный двойной горшок. А если вы вставите туда фитиль, то это будет уже самодельный горшочек с фитильным поливом. Вот у меня так получилось. Орхидейка у нас сегодня, она не реанимашка, но она, знаете, такая истощённая. Она очень долго росла в грунте, в закрытой системе, без всяческих удобрений, без подкормок. Ну, можно сказать, знаете, так подливали водички и всё. И то из-за того, что наросли в закрытой системе водоросли, уровень воды было не видно, и, естественно, был перелив, потому что воды наливали всё больше и больше, а водоросли нарастали всё сильнее и сильнее, и доросли практически до самого верха. Но кто смотрел предыдущее видео, прекрасно знает, о чём я сейчас рассказываю. Это так предисловие для новичков, кто впервые будет смотреть это видео. Сегодня будем сажать в кору. У меня сегодня прям вот такими вот большими кусочками кора. Но я хочу её порезать на квадратики, на кубики. Вот, поэтому сейчас с секатором я её измельчу. Также сегодня буду использовать немного мха. Ещё один ингредиент, я его сейчас называю секретным. Он мне очень помогает в выращивании орхидеи. Корни растут жирные, хорошие, и орхидейку можно не удобрять до следующей пересадки. Но это мы с вами проверим, потому что эту орхидею я буду видеть, я специально теперь буду за ней наблюдать. Да, я её отдам хозяюшке, но я буду ездить и периодически проверять её состояние. И на керамзит я добавляю мох. Фитиль обязательно я приподнимаю. Когда мы сажаем с фитилём, обязательно нужно приподнимать фитиль, чтобы он не был в ровне с дном. Кто как делает. И, конечно же, это зависит от размера горшочка. И, конечно же, чем больше горшок, тем сильнее мы поднимаем фитиль. Но так, чтобы он, конечно же, не доставал до шейки орхидеи. Он должен просто снабжать грунт влагой, но, конечно же, опять же, не создавать переувлажнение и не находиться под шеей орхидеи, чтобы делать, да, прям под шеей очень мокро. Я приподнимаю примерно на 2 сантиметра. Я каждое видео об этом говорю. И сегодня не исключение. И прям на мох я устанавливаю орхидейку. Горшочки идеально подходят. Корешочки я расправляю. Максимально ровно я располагаю орхидею в горшке, чтобы ей было там максимально комфортно. И розеточка, да, у нас была ровненькой. Корешочки все в грунт. Даже если я сажаю орхидею, у нее много воздушных корней, я все их направляю в грунт. И когда я сажаю орхидею с воздушными корнями, в процессе, да, потом они не пропадают. А наоборот, они начинают расти в грунте очень-очень хорошо. А просто засыпаем корой. Ничего тут сверхъестественного нет. Я еще специально оставила прям большой кусочек коры, который я хочу подложить прям под основание, прям под шейку орхидейки. Вот так. Чтобы она стояла прям на большом кусочке коры. Периодически немножечко буду добавлять мох. Прям совсем чуть-чуть. Большие кусочки коры, поэтому я думаю, что мох здесь будет играть такую вот роль влагосбережения. Грунт будет оставаться воздушным, но влага будет также сохраняться и питать корни орхидеи, чтобы не было такого, что сверху все сухо, а внутри, да, все очень мокро. Так, ну и настала очередь вот этого ингредиента, который будет помогать нашей орхидее. Так как кора крупная, он сейчас просыпется до самого-самого донышка. Я стараюсь попадать именно на корни по всему периметру, чтобы эта добавка потом питала орхидею. Моя задача именно, чтобы он распределился сейчас по всему горшку. Ну, это очень легко получается, так как кора крупная, есть воздушные карманы, посадочка, да, свеженькая, много, рыхлая, много промежутков, и спокойно все просыпается. Последние уже штрихи, и сейчас я возьму фракцию коры немножечко помельче, и засыплю верх корой меньшей фракции. И таким образом у нас получается самая крупная кора в нижнем слое, потом более средняя, а сверху уже мелкая. Вот так, отлично. В принципе, вся посадка. Останется только полить эту орхидею, просто без ничего, простой водой, потому что питание я и уже добавила с помощью этих маленьких беленьких камушков. Поливать я буду завтра, потому что возможно, да, что я допустила микротрещинки где-то на корнях, это всегда нужно учитывать, что возможно где-то корешочек поцарапался при посадке, как бы мы максимально аккуратны не были. Во-первых, мы не можем это предвидеть, как-то предугадать, что находится у нас теперь в горшке. И чтобы не допустить при поливе загнивание корневой системы, после посадки нужно немножечко орхидею просушить. Ну, у меня обычно на это уходят сутки. Здравствуйте, мои дорогие зрители, меня зовут Ирина, и вы на моём канале. Сегодня хочу снять небольшой ролик, приехали к родителям, и хочу вам показать орхидейку. Орхидейку, которая совсем недавно, точнее полгода назад, умирала. И мне её муж привёз, ну просто в плачевном состоянии, без тургора. Ну, сейчас о том, что у неё было плохое состояние, говорит только вот этот один листочек. Что я сделала, да, обработала фунгицидным препаратом и посадила на фитиль. Как видите, здесь фитилёк, немного снизу керамзит, а остальное кора. Я добавила ей цион, для того, чтобы не нужно было её не удобрять, да, как-то не подкамливать, а именно она питается за счёт циона. Водичка наливается проливом, естественно, не доходя до уровня внутреннего горшка, питается она за счёт фитиля. И посмотрите, какой шикарный результат. Она отрастила уже много листиков, у неё центральный ещё растёт, и сколько корней. Вот такой вот отличный результат. И, кстати, я заметила, что у неё здесь пошёл расти цветоносик. Вот такое вот классное преображение. Как вам? Пишите свои комментарии. Вот такое вот классное преображение орхидеи получилось. Посадка довольно-таки классическая, просто с добавлением циона, крупных кусочков коры и немножечко мха. Я довольна, я счастлива, что орхидея преобразилась, и тем более сейчас ещё и зацветёт. А мне очень приятно будет почитать ваши комментарии. Если вы поделитесь этим видео с друзьями, я также буду вам благодарна. Я надеюсь, всем понравится такой формат видео. Всем любви, всем удачи, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok